Мир вам и Божье благословение! Притча о милосердном самарянине говорит вот о чем. Почему? Самаряне – тех люди, которых считали и презирали предателями и врагами в благочестивом древнееврейском обществе. Это люди, рожденные от браков между астерийцами и израильтянами-иудеями. Они приняли ту же веру, что и иудеи. Но для иудея мерзость прикоснуться к самарянину. Его лучше убить, таковы уже стали жестокие законы. И Господь, обличая неправильное понимание жизни человеческой, говорит, вот прибили одного иудея благочестивого, лежал, умирал в пустыне. Священник левиц спешил, служитель храма. Иудей? Благочестивый? О, нет, я не могу тебе помочь. Лежи здесь, как Бог тебе даст. Мне в храм надо идти служить. Священник шел. И тот сказал, о, я череду пойду нести, я не могу. А самарянин, который был презираем, ненавидим, сошел со своего коня или осла, лечил его, потом привез его в гостиницу, заплатил свои деньги и сказал, излечи этого человека, а если больше издержишь, я приеду и заплачу. Так кто сделал ближний человеку? Оказывается, ближний тот, кто творит нам добро. И так человек человеку друг и помощник. Вот о чем говорит Господь и христианская вера, и вся наша религия, в отличие от всех других религий. За 10 лет брака не могу найти общий язык со свекровью. Она мной недовольна, муж из-за этого переживает. Что делать? Со свекровью вы никогда не найдете общий язык. Почему? Потому что и вы слабая христианка, и свекровь не христианка. И очень этот сложный вопрос. Вот сколько живу на земле, и в своих родственниках всегда это наблюдаю, эту страшную драму. Чтобы со свекровью жить в мире, надо видеть в ней Божьего человека. А она должна видеть. Не соперницу, которая захватила ее сокровище, сыночка ее, а видеть в вас, дочерь, посланную Богом, и которая принесла ей внуков. Хорошо, если вы живете не под одной крышей. Но пока не примете Христа всем сердцем, не уверуете и не поймете суть брака, совместной жизни со свекровью. А мужчина должен понять, если есть теща с тещей, так и будет эта бесовская вражда. Ничего вы не сделаете, чтобы сердце свое успокоить, молитесь за свекровь, потому что она, конечно же, не злыдня и не враг. Она защищает эгоистически свое кровное. Надо свекровь воспитывать духом любви и самой воспитываться духом любви. И Господь посеет мир прочный и взаимопонимания. Мучают уже исповеданные грехи. Хочется вернуться назад и все исправить. Как успокоиться? Это лукавый, мы говорим так, это лукавый вас разжигает. Грех, который совершили, равноценно, как если бы... Господь приводит и пример, когда его спросил Никодим, а как можно родиться? Можно ли человеку опять войти в очево матери? Да нет, конечно. Раз в жизни все это бывает, так и грех. Но грех – это еще и, скажем так, невидимая, но вещественная суть и сущность наша. И право священника властью снимать грехи. И они сгорели, как солома, как дрова, как уголь, как газ в топке божественного милосердия и любви. А чтобы это не мучило, просто молитесь и благодарите Господа, что он привел вас к покаянию. Молитесь, чтобы дьявол этого не напоминал. Не совершайте другие грехи. Как человек, освобожденный из тюрьмы, из мест заключения, радуется всю жизнь. Радуется. Так и мы после исповеди всю жизнь должны радоваться. Так и понимаете, освободились исповедью, покаянием, из тисков заключения. Вышли из мест решения свободы. На свободу жизни без греха. Мир вам и Божье благословение. Не грехи прошлые убивают нас, а наше стремление к новым грехам. Будем этого избегать. С чего всем и желаю. С чего всем и желаю.